Добрый день! Сегодня у нас небольшой семинарчик касаемо ГО, такого интересного языка, про который мы с вами сегодня будем разговаривать. И я попробую вас немножко с ним познакомить, немножко расскажу про свой опыт в работе с этим языком. И, соответственно, попробую вас смотивировать, как минимум хотя бы просто почитать про этот язык, потому что, бесспорно, этот язык заслуживает очень большого внимания, а в цвете последних событий в индустрии и в бизнесе в целом, язык ГО, мне кажется, сейчас является одним из самых востребованных, которые просто можно представить. Так, шесть человек. Ну ладно, надеюсь, остальные подтянутся, в любом случае запись вебинара идет. Так, давайте тогда договоримся с вами про одно маленькое такое правило. Вопросы я буду отвечать каким образом? По ходу доклада или сразу в конце? То есть я могу просто все рассказать и в конце просто оставить время на вопросы? Или же там по два-три слайда я буду вам рассказывать какую-то часть информации и спокойно читать, как вам удобнее. В конце? Ну, хорошо, давайте тогда вопросы все будем тогда в конце обсуждать. Так, у нас сегодня такой не очень долгий семинар будет, поэтому я вас постараюсь долго не задерживать, чтобы вам некомфортно было, всем понимаем, что люди занятые. Вот, и тем не менее, давайте потихонечку тогда начинать. В любом случае, вы можете вопросы в чатике писать, но я тогда буду его смотреть по мере возможностей, стараться оперативно отвечать, если какие-то там острые вопросы будут. По умолчанию у вас у всех я микрофоны выключил, ну, чтобы вам никакого там дискомфорта не было, чтобы вдруг у кого-то начнет шуметь и так далее. Если вдруг у меня пропадет звук или картинка, обязательно мне пишите. Чат у меня перед глазами, я все это дело увижу, и мы оперативно попробуем с этого на это отреагировать. Итак, начнем. Соответственно. Наш семинар называется «Путь горы-заработчик». То есть очень просто и достаточно, мне кажется, понятно. Я сначала немножко представлюсь. Зовут меня Влас Евгений Юрьевич. Я, соответственно, являюсь преподавателем по ГО, ну, и многим еще другим интересным языкам нашего прекрасного центра. Немножко обо мне. Я закончил в битуме Небауна с отличием. Уже много лет работаю на позиции бэкэнд-разработчика, бэкэнд-девелопер. И в последние, наверное, годы уже перешел в продакт-менеджмент. Уже занимаюсь конкретно развитием проекта, развитием самого продукта и его продвижением. Разрабатывал я на таких языках. То есть я не учил, как бы, да, там многие говорят, я там знаю такие языки. Я конкретно работал на Python, Go и C++ уже где-то, наверное, на C++ лет семь. Python тоже, наверное, уже года четыре-пять. И Go тоже где-то пять лет. Вот, сейчас веду блог, да, могу ссылочку потом прислать. Вот, по своим впечатлениям, я являюсь нештатным сотрудником таких компаний, как Яндекс и Тинькофф, потому что я там раньше работал, сейчас вот перешел на удаленную занятость там. И поэтому до сих пор с данными компаниями связь держу. И в своих целях, как бы, хочу узнавать, что сейчас нового, что сейчас, так сказать, в моде, что сейчас реально эффективно и за что сейчас, собственно, платят, какие требования предъявляются к разработчикам на момент 2020 года. Ну, и, соответственно, в свободное время, да, я занимаюсь тем, что я стараюсь развивать, запускать и поддерживать различные тех продуктов. То есть это проекты в сфере образования, онлайн-курсы и прочее, прочее, все, что с этим связано. То есть стараюсь делиться со всеми по максимуму, насколько только это возможно. Так, ну, это, соответственно, обо мне. О центре, я думаю, вы уже много что слышали, много что читали, много что видели. От себя скажу, что центр достаточно крупный, уже где-то 30 лет существует, много выпускников, много студентов. Большинство, даже не большинство, но абсолютное большинство остаются очень довольными, да, после того, как познакомиться с этим центром. Вот, и думаю, ну, тут как бы рассказывать что-то, вы уже, наверное, больше меня про это знаете. Вот, поэтому давайте уже потихонечку будем переходить к самой сути. Соответственно, цель моего вебинара сегодня – рассказать вам про язык Go. Откуда он взялся, почему он появился, кто вообще был инициатором, инициатором появления этого языка в бизнесе, почему он важен, и немножко о своих впечатлениях, знакомстве с этим языком. Благо, я уже с ним знаком приличное количество времени, и уже, наверное, не скажу, что я его полностью знаю, но я его чувствую. Да, то есть это, мне кажется, одно из самых главных таких умений, которые должны появиться у разработчиков. Соответственно, начнем мы с очень простого такого понятия, как какие предпосылки были к тому, чтобы появился такой язык, как Go. Язык Go, я вам сейчас, соответственно, буду рассказывать про проблемы, которые он решал, и вы поймете все, что там было. Так, секундочку, 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 секундочку. Сейчас мы это дело попробуем. Так, все хорошо. Отлично, продолжаем. Значит, язык такой Go, он как бы зародился из следующих проблем. Соответственно, первая проблема заключается в том, что примерно где-то до 2007 года, может быть, там, 2008 года, все использовали определенный серверный набор, и он не пестрил каким-то разнообразием. Ну, сжато он назывался LAMP, да, то есть на слайде вы видите. Что он подразумевал? Соответственно, это ОСК, чаще всего такой дистрибутив Linux, это Apache, без которого ничего не получится. MySQL – это архитектура вашего сервера, да, то есть логика ваших баз данных и так далее. И какой-то скриптовой язык, скорее всего, это PHP. В те годы еще был популярен Perl, насколько я помню, и Python. Но Python, насколько я помню, тогда еще не сильно в веб-разработке использовался, поэтому большинством своим это был PHP. Подтверждение этого можете зайти на любую фриланс-биржу, и вы найдете, что заказов по PHP, их просто 95% от области серверной разработки. Больше, чем, соответственно, у Python и у Perl вместо взятых. Соответственно, какая была проблема? Подход LAMP и Stack LAMP, он очень сильно завязан на железе. То есть получается, что если ваше системное решение, если ваш сервер будет подвергаться каким-то большим нагрузкам, чем это может позволить вам обрабатывать такой язык, как PHP, и ограничен, соответственно, мощами вашего железа, у вас начнутся очень большие проблемы. Вы начнете очень сильно проседать, и тем самым стоимость поддержки вашего сервиса, она увеличивается в разы. Она растет, наверное, по экспоненте, потому что все наши сервисы развиваются, все наши сервисы идут вперед в ногу со временем, и, соответственно, железо вы такими темпами закупать просто не можете. Это становится просто коммерчески невыгодно, и многие проекты, которые не смогли перейти с Stack LAMP на что-то более приемлемое, они просто закрываются. Самое страшное то, что даже на момент 2020 года существует очень много проектов, которые работают по архитектуре LAMP, но это, мне кажется, какие-то исключения из правил, потому что сейчас уже все потихоньку начали перелезать. Соответственно, проблема здесь в железе, да, то есть LAMP – это подход, который от вас будет требовать кучу железа, просто вы будете арендовать огромные серверные, это неудобно. Ну и плюс еще скриптовой язык типа PHP, это доставляет отдельное удовольствие для тех людей, которые знакомы с PHP, что высоконагруженные сервисы на PHP писать очень тяжело, это, ну, даже по себе знаю, конечно, я не программист PHP, но язык с этим языком знаком. Соответственно, следующая проблема какая у нас была? Следующая проблема у нас заключается в монолитарности архитектурных решений, то есть что это значит? В те годы интернет, ну, им пользовались, конечно, но не так активно, как сейчас, конечно же, то есть в 2005-2006 годах сложно было представить, что люди заказывают вещи через интернет, там каждый день продукты ездят на такси, кушают там и заказывают одежду. Раньше с этим было немножко попроще, и, соответственно, никто не задумывался очень сильно о том, что, а как мне развивать проект в условиях высокоинтенсивных изменений, да, то есть если у меня клиент начинает требовать больше, как мне изменять свою архитектуру, как мне ее модифицировать, как мне ее усовершенствовать. И, соответственно, подход монолита, что значит? Это значит, что ваш проект представляет из себя одну большую целенковую такую гору, не побоюсь этого слова, именно гору, да, всего на свете, который, во-первых, тяжело усовершенствовать, то есть чтобы монолит вам как-то, не знаю, откатить как минимум, как минимум вам нужно этот монолит будет разобрать, да, строить в него новые какие-то опции, новые возможности, вам придется очень сильно пупать, и для этого вам придется нанимать огромное количество разработчиков, команд разработчиков, которые будут за это, за место вас, соответственно, все это делать. В случае, если вы в команде разработчиков будете готовы к тому, что монолит постоянно будет подвергаться вам каким-то усовершенствованием, каким-то правкам и так далее, тому подобное. Так, что еще, соответственно, что еще, соответственно, в монолите плохо, да, монолит, если у вас падает, то, соответственно, его резервная копия, опять же, у вас будут упираться в железо, то есть вам нужно как минимум держать две версии вашего продукта целиком, прям совместно с ядром, совместно с настройками всех баз данных, и это дико неудобно. Я даже по себе вам скажу, когда приходил в проект, где сохранялась еще монолитарность, где-то в годах, наверное, 16-х, попадались такие, да, то есть и это было целое приключение, особенно когда случались какие-то ошибки, падения, приходилось очень быстро реагировать, что 30-40 человек у вас сидят ночами, и это плохо. Вот, то есть монолит – это прошлый век, монолит – это было хорошо, когда не было, соответственно, таких быстрых реакций на усовершенствование, быстрых реакций на требования. Сейчас рынок требует, соответственно, каких-то решений, ну, не каких-то, а конкретно, соответственно, в своих областях, которые бы могли быстро адаптироваться, в которых вы могли отщепить кусочек, поменять его и быстро встроить. Вот, а с монолитом такое невозможно, монолит только целиком можно изменить. Это, соответственно, архитектурные проблемы, да, то есть железо и, соответственно, сложность поддержки продукта. Что еще являлось предпосылками к появлению такого языка, как Go? Ну, мы не живем, соответственно, в мире, который абсолютно никак не развивается, благо технологический прогресс нам предоставляет все больше и больше приятных вещей, да, то есть касаемо и железа, касаемо и различных сервисов, которые могут нам имитировать это железо. Ну, вот конкретно рассмотрим, например, эволюцию микропроцессоров, да, которая в наших, уже в наши годы наблюдается. Что здесь можно интересного заметить? Ну, где-то годов с 2005-2006 уже начало потихонечку увеличиваться количество ядер в железе. То есть до 2000-х годов всегда были процессоры одноядерные, и, соответственно, это налагало свой след, да, то есть это накладывало свой отпечаток на инструменты, а именно на языки программирования, которые, ну, на этом ядре, соответственно, работали. Что это значит? То есть такие языки, как C++, CPTone, PHP, Perl и так далее, по умолчанию создавались для последовательной обработки запросов, и больше никак, да, то есть вы могли, конечно, исхитриться и попробовать как-то эмулировать многопроцессорную обработку, но это все было не то, это даже в большинстве ситуаций оказывалось хуже. Как вы понимаете, если язык изначально не был подготовлен для того, чтобы он мог работать на двух и более ядрах, из него вытряхивать это достаточно тяжело и по времени, и по, соответственно, трудозатратам, особенно тех разработчиков, которые вы на это посадите. Вот, и с 2005-2006 года начало появляться больше ядер, что позволяло нам использовать такие инструменты, как многопроцессорное программирование или, соответственно, мультитрейдинг его называют часто. Максимально упрощенно это можно назвать, конечно, параллельным программированием, но это немножечко ошибочно, но если вы знаете, например, параллельное программирование, то как раз-таки два и более ядра позволяют вам вашу задачу выполнять на рынке. в различных ядрах, тем самым увеличивая пропускную способность просто вашего сервера, что очень хорошо, что положительно сказывается на производительности, а главное на эффективности вашего решения. Ну, обратили внимание, да, то есть 2005-2006 год у нас начинается, увеличивается количество ядер, 2007 год лэмп уже всем надоел, монолит – это боль всей жизни. И в этот момент, где-то в годах 2007-2008 встал такой вопрос. Хорошо, хотелось бы нам иметь такой инструмент, конкретный язык программирования, который бы по эффективности своей, ну, превзойти C++ тяжело, но хотя бы не уступательно, да, то, что хотя бы взять самое лучшее от C++, что только возможно, ускорить время компиляции, добавить много различных приятных утилит, которые поставлялись бы с C++, поставлялись бы с этим языком, но которых лишен C++. И, соответственно, избежать самой главной головной боли разработчиков на C++ – это работа с памятью. Возможно, люди, которые на C++ пишут, они сейчас меня поймут, да, то, что осуществлять обработку и контроль памяти на таком языке очень и очень тяжело, особенно, когда речь заходит о высоконагруженном каком-то приложении. Вся память все равно у вас будет работать через C, скорее всего, и это не самое приятное занятие в 2020 году, когда уже, казалось бы, технологии-то пошли далеко вперед, а язык C++, который тащит с собой багаж BTC, да, вот этот 50-60-летний, он не может от него отказаться и предложить там что-то новое. Соответственно, хочется взять самое лучшее, в том числе, эффективность языка C++, и, с другой стороны, хочется взять некую легкость, понятность, низкий порог вхождения – это, значит, ускоренное обучение вашего персонала, в том числе вас, ваших коллег этому языку, и увеличить эффективность именно разработчиков, то есть сократить время написания каких-то специфических вещей, сократить время, которое они будут тратить на создание прототипов – все это присутствует в Питоне. То есть хочется взять некий гибрид от эффективности C++ и простоты Питона. И, соответственно, исходя из вот этих проблем, исходя из данных предложений, в 2007 году появляется идея создать некий язык, который называется Go. Знакомьтесь, это, собственно, логотип языка Go, да, как бы он забавно не выглядел. Вот. Возможно, вы его уже видели и не раз. Соответственно, что интересно можно сказать про Go? Язык Go разрабатывался не об и кем, а, соответственно, он разрабатывался компанией Google. Там было три специфических человека, вот, про которых, я не знаю, нет ли смысл рассказывать, но это, безусловно, великие люди. Один из них был соавтором языка C в свое время. Вот. И, соответственно, Google разрабатывал данный язык в первую очередь для себя. То есть, ну, обратите внимание, достаточно логично, кто в индустрии может себе позволить, во-первых, сделать качественное решение, кто в индустрии больше всего знает о высоконагруженных каких-то сервисах и кто в индустрии знает больше всего об изменениях, о высокоинтенсивных изменениях и увеличении требований к эффективности бизнеса. Ну, логично, что это Google. Вот. Соответственно, с 2007 года началась разработка. В 2009 году была представлена миру уже первая версия данного языка. Официально, со всем дистрибутивом. Его уже можно было в 2009 году, по-моему, 1 марта. Может быть, путем, точно это был март. Вот. Можно было уже потрогать, можно было его поиспользовать. И самое удивительное то, что в 2009 году в том же язык Go занял первое место в рейтинге Тёбы. Да, то есть это рейтинг, который составляется на основе коммерческого использования, предпочтений разработчиков, учитывает очень много различных факторов, и в Тёбы, как бы, абы какие языки, они не залетают. Соответственно, в 2009 и 2016 годах этот язык занимал первое место. Да, то есть это был самый востребованный, самая популярный язык по данному рейтингу в эти годы. Обратите внимание, что между, соответственно, 2009 и 2016 годами 7 лет прошло. То есть обычно языки, которые в Тёбы попадают, и они там первое-второе место занимают, через восьмилетний срок они как бы уже там не появляются. Тем не менее, Go смог, Go, соответственно, развивался очень бурно. Возможно, сказывается поддержка Google, возможно, сказывается действительная эффективность этого языка. Но тем не менее, до сих пор Go входит в... ну, он где-то в топах там содержится, потому что язык достаточно гибкий, красивый, прекрасный и очень удобный. А главное, высокоэффективный. Дальше. Чем этот язык может нас порадовать еще? Первый. У этого языка есть встроенный сборщик мусора. Мне кажется, это самое просто прекрасное решение, которое можно было принять. Язык со встроенным сборщиком мусора, его иногда называют garbage collector, это позволяет вам вообще забыть про работу с памятью. То есть сборщик мусора, который содержится в языке Go, достаточно эффективный для, соответственно, своих целей и задач, для того, чтобы разработчик мог про память, в принципе, не особо переживать. Бывают, конечно, специфические случаи, где приходится брать управление на себя, но на моей практике это было, может быть, раза три. То есть за сколько, за пять лет я, насколько там, пишу на этом языке, уже действительно в компании, не просто учу, у меня, возможно, было раза три. Во всех остальных случаях сборщика мусора хватает более чем, и это действительно упрощает просто жизнь любому разработчику, что очень приятно, и это очень здорово. Второе. Самое, наверное, главное преимущество Go по сравнению с другими языками состоит в том, что у данного языка встроенный планировщик и нативная поддержка многопоточности. Что это значит? Для того, чтобы запустить какое-то решение, например, на C++ или Python в многопоточном режиме, вам требуется подключать сторонние библиотеки, какие-то утилиты, настраивать железо и так далее. Go приходит вам из коробки уже с возможностью запускать многопоточное какое-то решение. То есть это очень здорово, потому что у языка Go нативная, то есть свойственная ему на уровне решения из коробки поддержка многопоточности, что невообразимо удобно, и про это мы с вами, соответственно, поговорим еще ближе к концу. То есть помните, что самое главное преимущество Go по сравнению с другими языками, это то, что этот язык из коробки поддерживает многопоточность и на достаточно эффективном уровне. Если очень сильно захотеть, на самом деле при помощи языка Go можно просто сворачивать горы и не особо нагружая железо, выдавать эффективность, ну, такой небольшой серверной при помощи одной железки. И, соответственно, цель. С какой целью это разрабатывался язык Go? Язык Go разрабатывался изначально с одной маленькой целью. Он должен был позволять создавать бэкэнд, то есть серверную часть вашего приложения. С одним условием. Весь код, который создается на данном языке, он сразу же оптимизируется под высокие нагрузки. То есть Go – это такой достаточно строгий и одновременно нестрогий язык, который позволяет вам писать оптимизированный код сразу, который приспособлен под высокие нагрузки. И это очень здорово. То есть обратите внимание, что здесь произошло. Мы сейчас перечислили основные преимущества его, которые связаны с производительностью, но в то же самое время популярность этого языка говорит о том, что порог вхождения и его изучение, оно не сильно сложно. Я вам скажу так, что синтексис данного языка, он не сильно сложнее, чем синтексис языка Python. Это очень здорово. При условии того, что язык Go – язык компилированный. То есть это очень большое преимущество. То есть у вас время компиляции снижено, у вас эффективность повышена, и, соответственно, простой синтексис и главное преимущество таких как сборщик мусором, встроенная многопоточность и оптимизированный под highload серверы код позволяет вам выходить просто на высокие вершины, мне кажется, автология, но тем не менее забираться на вершины производительности и действительно показывать высокое качество обработки запросов вашего сервера. Так, соответственно, ну, встает вопрос. Вот мы послушали про Go, это, конечно, все очень хорошо, да, он там что-то умеет, где-то он лучше, конечно, перенял от C++ эффективность, от Python и легкость, решил проблемы, которые возникали в начале 2000-х, да, в первых 10 годах. Но для чего мне учить еще один язык программирования, это, на самом деле, пока остается загадкой и не совсем понятно, да, то есть, ну, можно и на JavaScript, условно, да, если это запустить, можно и на каком-нибудь там Perl достать из сундука запыленного и написать на нем, но на самом деле все гораздо проще. Соответственно, когда мы начинаем изучать новые языки программирования, будь мне там 15 лет, я, возможно, бы сказал, ну, в тех случаях, когда это интересно, в тех случаях, когда на это есть какой-то там иллюзия спроса, в тех случаях, когда это поддерживается какими-то большими комьюнити, ну, в том числе Google. Ну, на самом деле здесь гораздо все проще. Мы учим новые языки программирования только в том случае, правильно, когда за них платят. И, на самом деле, за Go платят очень хорошо. Почему? Даже сейчас, я даже не скажу даже, я скажу в особенности сейчас, наблюдается высокий, очень высокий спрос на именно разработчиков на языке Go. Почему? Ну, по крайней мере, давайте возьмем в пример Москву, как бы я из своего опыта сейчас с вами поделюсь такими вещами, да, то есть, что такие компании, как Авито, Озон, Mail.ru, Яндекс, там, Сбербанк, потихоньку уже все перешли на данный язык. Первыми, по-моему, кто это сделал, это был Mail.ru, они первые такие были энтузиасты, которые решили попробовать его в своем бизнесе. И их успех подтолкнул индустрию, ну, по крайней мере, российского сегмента, да, переходить на данный язык. Потому что, когда возникают высокие нагрузки, бизнесу хочется не сильно вкладываться в железо, не сильно тратиться на огромные команды разработчиков, которые будут ваш код оптимизировать просто годами. Хочется сделать эффективное, элегантное и простое решение, которое позволит вашему, соответственно, приложению выдерживать огромное количество запросов в единицу времени. Именно поэтому спрос на язык Go сейчас очень большой, вакансий достаточно большое количество. И дальше я постараюсь подтвердить свои слова, ну, следующими графиками, соответственно, которые здесь появляются. Обратите внимание, пожалуйста, да, это все то, соответственно, из блога одной компании с публикацией на Хабре. Вот, идея здесь какая? Соответственно, данный график показывает разброс зарплат. Это было, по-моему, исследование конца 2018-го, начала 2019-го года. На данный момент картинка немного изменилась, но совершенно незначительная. Соответственно, на что здесь стоит обратить внимание? Самое главное здесь, наверное, на мой взгляд, то, что язык Go позволяет людям, которые изучают этот язык с целью сменить работу. Возможно, кто-то хочет попробовать что-то новое в своих проектах собственных. Возможно, кто-то хочет, только думает о том, чтобы войти, да, как бы сменить свою профессию вообще из IT и просто перейти туда. Язык Go вам говорит следующее. Зарплата у разработчиков уровня middle, то есть это, ну, как просто обычный средний инженер, условно. Да, есть младшие разработчики, это джуниоры. Интерны – это стажеры, соответственно, middle – это просто разработчики, да, я даже не знаю, как, в принципе, вы касте его отнести. Есть, соответственно, старшие разработчики – сеньоры, и есть, соответственно, лиды. Это люди, которые уже отвечают за работу команды. Вот, и на этом графике очень хорошо видно, что у разработчиков среднего уровня зарплата самая высокая. То есть это, по-моему, один из главных показателей, которые есть. Ну, и, соответственно, старшие разработчики получают на уровне вместе с разработчиками такого уровня, как Ruby и Objective-C. Сейчас, конечно, Ruby и Objective-C немножко подубавили, а Go как раз-таки немножечко подрос, поэтому за сколько там, за год практически произошли такие незначительные изменения. И обратите внимание, что лиды и сеньеры, они, на самом деле, очень хорошо выделяются на фоне других языков, такие, как, например, тот же C++ или Python, который сейчас есть. Опять же, это средняя по Москве зарплата, то есть это не панацея от всего, но, как минимум, данная вещь позволяет нам хотя бы судить о том, что действительно язык бизнесом востребован. И также обратите внимание, что у языка Go приемлемая зарплата даже на позицию junior developer, да, то есть со старта даже людям уже платят неплохие деньги. Конкретно поподробнее можно увидеть разброс зарплатах на следующем графике. Ну, тут, по-моему, какие-то комментарии излишние. От себя могу добавить то, что, да, действительно, оно так есть. То есть, что я пять лет отторобанил, так сказать, у станка, это, ну, действительно, соответствует реальности, все, что здесь отображено. И разбросы, они, ну, оправдан, да, действительно, они находятся в таких вот диапазонах. Самое главное, что они достаточно узкие. То есть, нет такого, что вы, там, начнете учить какой-то язык, например, там, как JavaScript, и вы посмотрите на разброс зарплат, там, условно, там, от 25 тысяч, там, до 500 уходит. Ну, что это такое, да, это никуда не годится. Здесь как-то это все более-менее, ну, то, что поплотнее сидит, да, около средней или около медианной зарплаты. Это гарантирует вам то, что если вы потратите время на, действительно, изучение данной технологии, данного инструмента, рынок вас не проигнорирует. Это очень хорошо, это действительно так. И сейчас огромное количество компаний нуждается в свежих кадрах, которые бы могли закрыть потребность в разработчиках Go. Это факт. Соответственно, что, ну, конкретно уже касаемо про путь, как говорится, Go-разработчика, да, что нужно, чтобы стать Go-разработчиком, да, это так вот. И требование, не требование, это мнение и меня, да, то есть я своих стажеров и младших разработчиков, которые в моей команде работали, я от них требовал примерно одно и то же от всех. Я серверный разработчик, то есть я не фронтенд, вот, я занимался всю жизнь бэкэндом и буду, скорее всего, сейчас рассказывать про него, потому что Go заточен, конечно же, по большей части именно под серверные решения. Соответственно, что нужно знать и уметь, чтобы чувствовать себя, ну, как в своей тарелке, придя на позицию Go-разработчика, если вам, соответственно, хотелось бы попробовать этот язык как свой основной инструмент. Ну, список требований, на самом деле, банальный до безумия, и он достаточно простой. Первое, соответственно, это не будет здесь уже включено, потому что считается по умолчанию, надо выучить язык, ну, как минимум, просто его хотя бы прочувствовать на самом базовом уровне, который только возможен. Соответственно, нужно еще понимать, что такое ГИД, да, что такое система работы, система контроля версии, что такое базовые алгоритмы, какие вообще они существуют, и понимать, как работают фронтенд и бэкэнд. Без этого, к сожалению, в веб-разработку очень тяжело войти, да, то есть это такие тоже базовые требования, они не требуют суперусилий, это, там, две книжки, три недели, и, как говорится, все. То есть тут никаких суперусилий прилагать не нужно. Соответственно, дальше. Что еще нужно уметь и знать для того, чтобы быть разработчиком на языке ГО? Знать, что такое подход CICD, это непрерывная интеграция, да, то есть это непрерывная интеграция, разработка, и писать модульные тесты. Благо язык ГО настолько чудесный, что в нем встроена прям утилита в ГО, которая позволяет вам запускать автотесты просто, там, из-за двух кнопок, да, то есть не нужно писать огромные скрипты для модульного тестирования, что очень приятно. Вам достаточно просто, запуская утилиту, делать настройки на те модули, которые у вас есть, и они будут в автоматическом режиме вам тестироваться, и это будет прекрасно. Ну, соответственно, Linux, да, дистрибутив Linux, без этого никуда, извините, вся разработка, она на Linux, на Windows, к сожалению, может быть, и есть, конечно, но я что-то не встречал ни одного на Windows серверов. В основном это все какие-нибудь диалекты Linux, там, Unix и все, что может быть, с этим связано. Соответственно, что еще было приятно, конечно, чтобы вы знали, приходя на позиции, это что такое SQL, но SQL, ну, по-моему, это уже требование, которое висит там 40 или 50 лет, и я, честно, не знаю ни одной вакансии, где бы SQL не нужен был, поэтому выучить его, возможно, за неделю, наверное, если просто там по 20 минут в день просто книжку листать и пытаться решить какие-то задачки. Вот, но самое главное, да, нужно разобраться с тем, что такое микросервисы. Почему? Потому что язык Go отошел от понятия монолита. Именно идея микросервисов, да, то есть именно идея декомпозиции вашего решения позволяет создавать достаточно эффективные приложения, когда вы можете усовершенствовать некоторые блоки, не останавливая работу сервиса. Это очень удобно, это очень прекрасно и полезно. Поверьте мне, если вы хотите сделать какие-то усовершенствования монолитом, вам придется создавать две его копии. Одну, соответственно, улучшать, а вторая там пока крутится, она будет дико нагружать все ваше железо. Как раз-таки микросервисы позволяют вам распределить эту нагрузку, сделать возможность усовершенствовать не целый огромный кусок, а лишь какую-то маленькую его часть, и тем самым микросервисы позволяют нам, я серьезно ощутимо скажу, увеличивать производительность и эффективность вашего решения, и также производительность и эффективность вашей команды, потому что работать над маленькими задачами в миллиарды раз приятнее, нежели чем стараться улучшить работу огромного куска просто кода, который у вас может быть. И, соответственно, что еще требуется? Такая вещь, как Docker и Kubernetes. То есть для тех, кто знает, сразу спойлер, Docker написан на языке Go. То есть, возможно, вы уже слышали про подход контейнеризации, без которого микросервисная архитектура в принципе невозможна. Так вот, Docker написан целиком на Go. Как бы это проект с открытым исходным кодом, задуманный Google, очень удобный, очень удачный, пользуются им абсолютно все, и это оправданно, потому что пока лучше Docker, в принципе, мы ничего не придумали. Итак, это, собственно, весь список требований, которые есть. Ну и не забывайте, плюс еще сам язык, то есть синдекс языка и понимание работы с этим языком. Соответственно, что из приятного и хорошего я хочу вам сказать? Ну, соответственно, мы с методистами долгое дело обсуждали, я поговорил с коллегами с работой, которые до сих пор еще сидят у станков и занимаются созданием таких решений, и мы решили создать курс. Точнее, не курс, а такой трек курсов, и он состоит из трех блоков, чтобы вас очень сильно не утомлять, который бы покрывал все эти требования. Соответственно, появилось на свет три курса по Go, они так и называются Go уровень 1, 2 и 3, которые закрывают все те требования, о которых я вам только что рассказал. Соответственно, на курсе, который будет называться Go уровень 1, мы будем разбираться с тем, какой синтаксис нам поставляет этот язык и какие основные возможности в этом языке есть. То есть, под возможностями я как раз таки понимаю, подразумеваю его нативную многопоточность, эффективность, оптимизацию и очень приятный синтаксис, который там закрыт. Go еще отличается тем, что в нем есть такое приличное количество синтаксического сахара, который упрощает жизнь во много раз, и это очень приятно. И также в этом курсе мы с вами затронем такое явление, как базовые алгоритмы, и разберемся, как работать с системой контроля версии. В моем случае я выбрал Git, потому что продукт Atlassian – это тоже хорошо, Bitbucket – это прекрасно, но Git, во-первых, бесплатный, во-вторых, он используется, наверное, в подавляющем большинстве, и очень приятно, и красиво. На втором курсе мы с вами уже постараемся прикоснуться к веб-разработке, то есть посмотреть, как она осуществляется. Мы более подробно рассмотрим, как, соответственно, осуществляется написание юнит-тестов, и в чем идея подхода непрерывной интеграции в связке с языком Go, как он взаимодействует с этим языком, как Linux взаимодействует с языком Go, и каким образом осуществляется работа фронт-энд и бэк-энд при использовании языка Go. То есть я там конкретно просто покажу, у меня очень много различных проектов, которые я в своей практике притащил, да, то есть там мы просто будем смотреть, как это дело работает, как оно создается, как оно оптимизируется, как оно взаимодействует с Linux, как на нем осуществляется подход непрерывной интеграции и модульного тестирования. И, соответственно, завершающий тройку курс, да, на котором мы с вами уже познакомимся, как устроены ORM на языке Go, как можно без них обходиться, как устроены микросервисы и как, соответственно, взаимодействовать Docker и Go. Все это будет делано, ну, на примере того, что мы с вами создадим какое-нибудь, не знаю, приложение, да, то есть просто не хочу спойлерить, да, потому что это очень интересное приложение, которое достаточно живое и очень красивое. Вот, и мы с вами будем использовать все те вещи, которые были, ну, оглашены в первом-втором уровне для того, чтобы достигнуть максимальной производительности, и вы могли иметь в своем портфолио такой достаточно весомый, хороший пед-проект, который можно, в принципе, даже дальше развивать. Вот, это очень приятно, это очень нравится, на самом деле, работодателям. Я вам скажу, как человек, который собеседовал у людей, когда ко мне приходили кандидаты, и у них уже имелся, ну, хотя бы похожий, да, пед-проект, это уже было огромное преимущество этого человека перед всеми остальными, потому что человек не только теоретическую базу знает и что нужно для этого языка, а еще может это подтвердить и достаточно неплохо разбирается хотя бы в своем решении, да, он понимает, куда его можно улучшить. И, соответственно, я вам буду примерно в том же ключе все это рассказывать, чтобы вы своими руками смогли понять, что такое микросервисы, в чем их преимущество, чем отличается от Monolith, почему это хорошо, почему за это платят, и насколько это красиво и удобно сейчас делается, потому что технологии в 2020 году, инструменты, языки, позволяют это делать в миллиарды раз быстрее, проще и лучше, нежели чем это было, ну, там, хотя бы 10 лет назад, это действительно ощутимо. Так, ну, и, соответственно, для кого этот курс, для кого эти курсы вообще будут полезны? Ну, как бы, тут не в первую очередь, а вот, например, первое на этом слайде написано, что людям, которые хотят поменять свою работу, поменять свою сферу деятельности, людям, которые уже утомились на C++ писать просто тонны коды, ругаться с командой и стараться достигнуть какой-то эффективности из старых решений, где переписывается PHP на Python, а потом обратно, я считаю то, что язык Go – это панацея от данной болезни, и вы можете совершенно спокойно сменить свою сферу деятельности, уйти в высоконагруженную разработку, можете пойти в разработку каких-то микросервисов, которые очень сильно сейчас востребованы многими компаниями, и это позволит вам, возможно, какие-то новые эмоции в жизни испытать, увеличить свой там какой-то финансовый доход, да, и также вы не будете так сильно страдать, как, вот опять же, я очень люблю C++, я ни в коем случае не говорю, что это плохой язык, просто так как я на нем очень много уже писал, я могу сказать то, что язык C++ – это достаточно, ну, не самое приятное удовольствие, которое есть, он эффективный, он прекрасный, но на языке Go то же самое можно сделать гораздо проще, меньше болью и потратить на это во много раз меньше времени. Да, конечно, есть такие места, где C++ незаменим, к сожалению, вот, но язык Go покрывает большинство тех требований, которые предъявлялись к языку C++ именно в веб-разработке. Поэтому для людей, которые хотят сменить свою деятельность, хотят поменять инструмент, это самая прям лучшая идея, которая может прийти в голову. Второе. Людям, которые хотят себя попробовать в IT-индустрии, и просто вот они не знают, а с чего мне начать, а куда мне пойти, а почему я должен этим заниматься, я рекомендую тоже взять язык Go, это язык более серьезный, нежели язык Python. К сожалению, на Python сейчас достаточно высокая конкуренция на рынке, поэтому туда сейчас попасть очень так, ну, во-первых, непросто, а во-вторых, как вы уже видели по графикам, из-за того, что рынок насыщен уже такими разработчиками, в любом случае, да, не хватает, но в основном в компании не сильно нуждается в разработчиках на языке Python. Поэтому если вы хотите получить первую, условно, работу в сфере IT, я не знаю, откуда вы пришли, конечно же, но, тем не менее, у вас есть желание, наверное, может быть, многие из-за этого как раз-таки меня сейчас смотрят, вот, если у вас такое желание появилось, то я считаю, что язык Go – это очень хорошая инвестиция в ваш карьерный рост, потому что расти с языком Go – приятно. Вы растете вместе с языком, навыки вы получаете очень быстро, потому что нету высокого порога входа, такого, как, например, на языке PHP или на C++. Порог достаточно низкий, навыков требуется немного. Все это понять и реально. И самое главное, что все это понять можно, ну, там, не за, там, несколько лет, да, чтобы, например, мне потребовалось, когда я все это дело сам учил, а сейчас уже много всяческих инструментов, которые позволяют вам упростить те вещи, которые раньше были сложны и тяжелы. Поэтому сейчас пытаться войти в мир IT, да, как в рифм так сказал, вот, не настолько сложно, насколько это было раньше. Сейчас уже к этому инфраструктура сама подталкивает. И, соответственно, кому еще полезно будет поизучать язык, как бы, вместе с нами? Соответственно, людям, которые уже имеют некий опыт разработки. И эти люди хотят освоить новый инструмент в своей деятельности. То есть если человек знает, где проблемные места, если человек знает, где нужно усовершенствовать, усовершенствовать, если человек знает, где узкое место в его сервисе или в команде, или в каком-то там архитектурном решении, есть такая, как бы, шутка, что давайте попробуем переписать на ГО. И я вам скажу так, большинство компаний, которые сейчас перешли на ГО, они с этого как бы и начали. Они сказали, окей, у нас есть слабое место, у нас дорого по железу, давайте попробуем оптимизировать и написать на ГО. И это самое лучшее решение, которое можно прийти. Поэтому опытным разработчикам, которые хотят попробовать освоить новый инструмент, данный язык будет очень полезен. Поверьте мне, вы сможете, ну, существенный прирост в производительности достигнуть при использовании данного языка. Соответственно, документы об окончании, я думаю, вы уже их там много видели. Если программа сертифицирована, выдается вам, соответственно, сертификаты. Если у вас есть какие-то вопросы, сейчас, секундочку, вы можете лично мне на почту отправить, да, то есть вы на слайде видите, соответственно, мой адрес почты, также мой контактный номер, по которому вы можете там связаться со мной. Я, конечно, не работник отдела там с клиентами и так далее, но если у вас остались какие-то, останутся после вебинара еще какие-то вопросы, будут терзать какие-то сомнения, касаемо технической части этого изучения, можете спокойно со мной связаться. Конечно, было бы прекрасно, если бы вы писали на почту, но я как бы не сильно буду ругаться, если мне позвонят. Главное, чтобы мы звонили только ночью. Так очень внезапная, очень такая неприятная вещь может случиться. Так, и, соответственно, теперь давайте мы с вами огласим одну очень важную дату. Ну, 27 числа, то есть это в следующий понедельник, у нас стартует ГО уровень 1, поэтому если вам данный язык, если вам данный подход, если вам у вас появилось желание, или оно было, как бы оно еще сильнее усилилось, и вы хотите попробовать себя в этой сфере, хотите получить какие-то новые эмоции, новые знания, ввести свою инвестицию, свое развитие, и по ближайшей дате курса 27.01 веду, соответственно, данный курс я. Хорошо, тогда всем спасибо, спасибо, что пришли. До свидания.